Всем привет! Сегодня я в 100 тысяч миллионный раз попробую рассказать вам о книгах, прочитанных мною за осень. Сразу прошу прощения, если я в этом видео буду неадекватной, мои высказывания путаными и глупыми. Я правда уже в не знаю какой раз пытаюсь снять это видео, у меня ничего не получается, так что с психу выложу всё, что получится. Итак, первая книга, которую я начала читать ещё летом, господи боже мой, почти полгода назад, и закончила читать в сентябре, была книга «Птиц Восточной Африки». Я думаю, эта книга многим понравится, и, собственно, подтверждением этому факту было довольно-таки давнее уже видео «Айшат», благодаря которому я и узнала об этой книге. Я, собственно, понимаю почему. У этой книги очень светлая, очень трогательная атмосфера, такой же светлый и трогательный сюжет, милые и добрые герои. Кстати говоря, я никогда не питала особого интереса к орнитологии, но благодаря книге «Птиц Восточной Африки» название некоторых птиц даже запомнила. Для меня это почему-то было показателем. Так вот, почему мне эта книга не понравилась? Всего лишь из-за одного факта — из-за того, что всем главным героем в этой книге было около 40 или 50 лет. Книга — это всё-таки о любви, а не о птицах, а я совсем не люблю читать про любовь среди таких уже взрослых людей. Я придерживаюсь достаточно консервативных взглядов, так что я считаю, что если выходить замуж, то один раз и на всю жизнь, а в возрасте 40-50 лет, то у каждого человека уже есть прошлое, и брать это прошлое во внимание я прям не хочу. То есть эта книга, проще говоря, пошла вразрез с какими-то моими жизненными принципами, и поэтому она мне не понравилась. А в целом книга, конечно, прекрасная, и я всё-таки уверена, что она многим понравится. Следующей книгой стал сборник рассказов Андрея Муруа «Фиалки по средам». В очередной раз, повторюсь, я очень люблю творчество Андрея Муруа, так что ничего удивительного нет в том, что мне этот сборник очень понравился. Единственное, я советовала бы не читать его залпом, а читать по одному паре рассказиков за один присест, потому что под конец книги уже чувствуешь пересыщение этим стилем повествования как-то много одного и того же автора. В целом, все эти рассказы либо о любви, либо о становлении личности, либо о деградации личности, и что мне очень понравилось, практически все они о творческих людях, о творческом пути этих людей. Так что всем советую, очень интересный и неоднозначный сборник. Следующая книга — это письмовник Михаила Шишкина. Это моя огромная любовь, как и следующая книга, о которой я вам расскажу, так что хотелось бы сказать огромное-огромное спасибо жемчужинке нашего Буктьюба за то, что рассказала об этих книгах в своих видео. Если бы не Маше, я бы на них, наверное, никогда не посмотрела. Я оставлю вам внизу ссылку на видео-рецензию Маши, потому что мне кажется, что лучше нее я не смогу рассказать вам об этой книге. Расскажу только о своих впечатлениях. Эта книга попала ко мне в самый подходящий момент. В то время, когда я ее читала, у меня в жизни все было более-менее хорошо, мне не из-за чего было страдать, и честно, если бы в то время у меня были какие-то проблемы, я вообще не представляю, как бы я ее пережила. Так что если вы вдруг мучаетесь от неразделенной любви, или у вас еще какие-то проблемы есть, не беритесь пока за эту книгу, дождитесь лучших времен. За последние полгода, мне кажется, я довольно-таки резко и сильно повзрослела, и когда я бралась за чтение этой книги, как раз в этот момент мне очень хотелось вернуться в такое подростковое состояние, очень захотелось ощутить эту атмосферу, и письмовник мне-таки эту атмосферу подарил. И это, наверное, единственное светлое, что есть в этой книге, все остальное наполнено болью, горем. Причем горе такое, знаете, не мимолетное. Вот вы, например, смотрите фильм, и тут умирает ваш любимый герой, и вы бросаетесь в слезы, а минут через 10-15 вы снова включаетесь в просмотр. Здесь совсем не так. Это не то, чтобы какой-то эмоциональный всплеск, вам вдруг стало очень грустно, или вам захотелось поплакать. Нет, это действительно боль, такая, которую практически можно почувствовать физически. Я довольно-таки часто в последнее время сталкиваюсь с размышлениями книголюбов о том, что книги очень редко бывают жуткими, страшными, что фильму, например, гораздо проще напугать человека. Так вот, эта книга не идет ни в какое сравнение со всякими ужастиками, где кровь и кишки по стенам, вокруг оборотней и так далее. В общем, эта книга действительно стоящая, я всем советую ее прочесть, но только в тот период, когда у вас все более или менее хорошо. Следующая книга — это «Убить некроманта» Макса Даллина. Это, насколько я помню, первое мое знакомство с фэнтези, и, боже, какое было приятное знакомство. Я когда-то рассказывала об этой книге в пятничных чтениях, и, собственно, после этого мои впечатления не изменились, я все так же пребываю в полнейшем восторге. Если вам интересно, то оставлю ссылку на это видео внизу. Сейчас только скажу, что я до сих пор пребываю под впечатлением от некоторых поворотов сюжета, не понимаю, какой фантазией нужно обладать, чтобы такое выдумать. Ну и главный герой, конечно, просто удивительный, я всегда ищу в людях справедливость и честность, а Дольф именно такой. Ну и последняя книга — это «Жизнь без спроса» Саши Канни, с ней я делала отдельное видео, так что оставлю ссылку внизу. Ну вот, обо всех книгах, прочитанных за осень, я вам наконец-таки рассказала. Если что-то было не так, прошу прощения, правда, извините, я больше не могу это видео переснимать. Как всегда, жду от вас комментариев, и большое спасибо за внимание, хорошего дня, и до встречи!